Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркет. Сегодня 20 декабря и начинаем наш утренний брифинг. Как обычно, подведем на итоги вчерашней торговой сессии. Мы могли видеть довольно впечатляющее укрепление доллара по отношению ко всем ключевым валютам, кроме, конечно же, евро. Я думаю, что вы уже успели ознакомиться с ключевыми графиками валютных пар перед началом нашего брифинга. И, тем не менее, мы некоторые моменты, в том числе с позиции теханализа, сегодня озвучим. Тем более, учитывая, что фундаментально данная неделя не так насыщена, как бы нам того хотелось. По отношению к некоторым валютам доллар раскрывался вчера и вблизи цен открытия, что в целом неудивительно. Потому что, казалось бы, вот те тренды, которые были заданы в ходе начала европейской торговой сессии, они несколько преломились после публикации довольно позитивных данных по рынку строительства. В частности, объем сдачи новых домов увеличился сразу на 3,3%. Несмотря на то, что ожидали многие аналитики некоторого снижения данного показателя, потому что прошлые цифры по рынку недвижимости, по новому жилью в США существенно превзошли прогнозы и были на рекордных значениях практически за долгое время. И казалось, что вот эта цифра будет не очень позитивной, на фоне чего доллар может продолжить свое снижение. Вот эти тенденции мы видели в начале текущей недели. Но нет, довольно позитивная информация. И нужно отметить, что кроме этого еще была менее значимая цифра по дефициту баланса торговых счетов в США. Так вот, дефицит этот также уменьшился, что оказало дополнительную поддержку доллара. И несмотря на то, что мы видим некое отставание по принятию мер налоговой реформы, вот то, о чем мы неоднократно уже говорили в козе брифингов в последние дни, вот то, чего с большим терпением ждут. И, кстати, далеко не факт, что тот пакет мер, который будет принят, он будет позитивно воспринят. Потому что, во-первых, на фоне того, что ожидание уже подзатянулось данных явлений, могут просто не совсем правильно воспринимать информацию. То есть ждут уже чего-то особенного, потому что и так есть некая задержка. Ну и помимо этого, конечно же, до конца не ясно, как именно это все будет реализовано. И на самом деле те цифры, которые многие ожидают увидеть в плане, скажем, снижения налогового гнета на ведущие корпорации США, они могут многих разочаровать. Но сейчас не об этом, собственно, потому что пока еще нет определенности относительно этого пакета мер, и главное, непонятно, когда он будет принят. Поэтому сейчас инвесторы смотрят в основном на те промежуточные показатели, которые публикуются, но в первую очередь все-таки на технический анализ. Именно вот по технике мы сегодня гораздо больше, чем обычно будем говорить. Слабее всех в ходе вчерашней торговой сессии была японская иена. Довольно сильно снизился спрос на защитные активы. Мы видели, что и франк находится под некоторым давлением. Поэтому в целом, особенно евро-иена, пара показала рекордную, пожалуй, волатильность среди всех инструментов. Это связано, конечно же, с ростом европейской валюты. И мы видим, что иена была довольно слаба в ходе вчерашней торговой сессии. Отметим, что положительный тренд в экономике США в целом сохраняется. И вчерашние цифры это подтвердили. У нас сегодня будет очередная порция, правда, небольших совсем новостей. Поэтому вот те, скажем, итоги, которые мы подводили в конце прошлой недели, в начале этой недели, обсуждая и заседания ФРС, и прочие макропоказатели по США. То есть в целом сейчас закрывается такой большой отчетный период, когда публикуется сразу масса макропоказателей. И мы видим, что по США довольно неплохие данные. Но в то же время еврозона также не отстает. И на самом деле нужно отметить, что есть даже некая недооценка пары евро-доллар. Мы про это говорили вчера довольно подробно. О том, что если, скажем, посмотрим на подобные показатели по еврозоне в прошлом, то окажется, что в эти же самые моменты времени, точнее в другие моменты времени, при прочих равных и при таких же показателях макроэкономических евро, доллар стоил значительно, кассировался значительно выше. То есть евро был гораздо дороже текущих значений. Вчера довольно плохие данные по Германии вышли. Мы призывали вас обратить внимание на данный показатель, хоть это и относится скорее к фондовому рынку. И мы, прежде всего, заметили снижение по индексу DAX. И на самом деле вчера его продавали уже после публикации данных цифр. Потому что, во-первых, он уперся в уровень 13300-320. Там был довольно долгий промежуток времени, когда консолидировался индекс вблизи этих значений. Но от него затем довольно успешно оттолкнулся и отправился вниз к цифрам примерно начала торговой недели. И на самом деле снижение по индексу DAX может вполне продолжиться. Потому что, казалось бы, те кризисные явления в экономике, которые постепенно сходили на нет, мы видели довольно позитивные цифры на прошлой неделе. Но все это было перечеркнуто отрицательным индексом экономических настроений в Германии. По-прежнему ведущие представители финансовой сферы экономической, крупнейшие промышленники смотрят довольно негативно на дальнейшую ситуацию в экономике Германии. Поэтому есть на самом деле вероятность, что индекс DAX продолжит снижаться. Это, вероятно, скоро завершится, потому что в целом мы видим, что еврозона даже без серьезной помощи Германии сейчас уверенно показывает прирост и пересмотр всех оценок прогнозных в лучшую сторону. Мы видели и подобные заявления от Марио Драгина прошлой неделе. И тем не менее, возможно, будет продолжена некая раскорреляция между евро и индексом Германии в частности. Например, евро-доллар вполне себе может сегодня продолжить рост. Мы об этом чуть позже будем говорить. Индекс DAX, вероятнее всего, будет снижаться в перспективе, по крайней мере, ближайших дней. То есть до конца недели начало следующее и новая порция макро-показателей может ситуацию изменить. Хотя, опять же, не стоит забывать, что близится Новый год, связанные с этим праздники. Закрытие фондовых бирж на несколько дней. Поэтому, скорее всего, мы увидим уже ясность по данной ситуации после Нового года в начале января. Напомню, что несмотря на то, что, казалось бы, январь должен быть низковолатильным месяцем, последние годы приучили нас к тому, что в январе есть отличные торговые возможности и довольно направленные трендовые движения. Поэтому нужно быть готовым после, скажем, небольшого отдыха вернуться с новыми силами к торговле. И на самом деле не стоит рассчитывать на то, что, скажем, будут долгие боковые консолидации в январе. Поэтому, что касается индекса DAX, вполне вероятно, развязка может наступить после Нового года. Фонд также был вчера довольно слаб. Там в целом все понятно, потому что нет пока еще также определенности по поводу Brexit и окончательного согласования всех условий. Более того, вчера появилась информация о том, что ЕС несколько поддавливает со своей стороны на Великобританию и пытается, скажем, отторговать, ставить все более жесткие условия, отторговать некоторые преференции в свою сторону. И, например, в частности, была такая мера, вчера Брюсселем предложена как запрет на разрешение на работу для организации Великобритании. То есть те, которые, скажем, официально находят, имеют свою юрисдикцию на территории Великобритании и в данный момент работают на территории ЕС, им нужно будет повторно получить соответствующее разрешение, лицензии на работу, что, конечно, является некой бюрократической проволочкой и усложнит работу в моменте для многих компаний, которые зарегистрированы на территории Великобритании, но работают, скажем, по всему Евросоюзу. Поэтому постепенно мы видим, что давление на Великобританию несколько усиливается и британская валюта, конечно, также будет на это реагировать. Мы еще будем свидетелями дебатов в законодательном органе Великобритании по поводу согласования окончательного проекта выхода и всех прочих условий, в частности, изменения Конституции, которые планируются в связи с выходом из ЕС. Поэтому давление на фунт по-прежнему сохраняется. Вот что нужно отметить. И на самом деле, конечно, евро и фунт, вероятнее всего, будут двигаться совершенно в разные стороны в перспективе ближайших дней. Отдельно хотелось бы, конечно же, поговорить про нефть, потому что сегодня нас ожидают публикации по запасам сырья. И вчера, кстати, в ходе утреннего брифинга мы предупреждали о том, что вполне могут начинать, судя по технике, по объемам, которые есть, и по спекуляциям вокруг закрытия временного нефтепровода крупнейшего, могут подтягивать нефть к верхним значениям. Так оно в итоге и получилось. Вчера нефть закрыла день хоть и в небольшом, но плюсе. И сегодня, на самом деле, да, конечно, есть ситуация с запасами. Она может быть абсолютно непредсказуемой, но все идет к тому, что мы увидим скорее снижение запасов, несмотря на активность сланцевых производителей в США. И это означает, что нефть устремится к отметке в 64,50-65 долларов за один баррель нефти марки Brent. Что касается сегодняшних новостей, то, прежде всего, отметим выступление главы Банка Англии и Гарни. Вот это то, что может как раз таки повлиять на британскую валюту. Одно из немногих событий, которое может локальные тренды по британцу развернуть. Почему? Потому что в ходе прошлых своих заявлений регулятор Великобритании довольно осторожно и скорее с негативной стороны оценивал те тенденции, которые есть в экономике, несмотря на то, что в целом показатели довольно неплохо смотрятся. То есть мы видим прирост по многим цифрам, в том числе по прогнозам и по фактическому уже ВВП, по потребительской активности, по инфляции цифры довольно неплохие и даже по рынку труда. По рынку труда тоже есть некие позитивные тенденции, но при этом в ходе прошлых заявлений Банк Англии мы слышали повышенную неопределенность заявления о том, что нужно дождаться следующего года подведения фактических итогов за этот нынешний отчетный 2017 год. И пока с большой осторожностью регулятор смотрел в будущее, что на самом деле обвалило котировки британской валюты во время прошлых подобных заявлений, несмотря на в целом, повторюсь, позитивный тренд по макропоказателям. Поэтому если сегодня Карпин в своем выступлении даст несколько более оптимистичный подход, сценарий и хотя бы более объективно оценит те показатели, которые мы наблюдаем в последнее время, то, конечно, фунт может получить некую поддержку. Там все внимание к отметке в 1.34. Именно от этого уровня несколько раз уже отбивался фунт-доллар. Поэтому если вдруг сегодня пара окажется выше данных значений, тем более на фоне повышенной волатильности вокруг выступления Карни, то, конечно, стоит ожидать дальнейшего роста британской валюты. Но в целом, повторюсь, что при прочих равных пока фунт выглядит довольно слабо. И виной тому не только доллар, но и вот те ситуации, прежде всего политические, на самом деле, нужно признать. То есть сейчас не экономика, скорее, давит на британскую валюту, а именно политические аспекты. И об этом мы уже, я думаю, что достаточно сегодня сказали. Также сегодня будут опубликованы данные по продаже вторичного жилья в Соединенных Штатах. На самом деле, считается традиционно, что это довольно значимая публикация. И все обращают большое внимание на то, какими темпами растут, либо, наоборот, снижаются именно продажи вторичного жилья. Но на самом деле, учитывая специфику американского рынка, недвижимость и строительство новых домов, то вот именно данные по введенному в эксплуатацию домам оцениваются в первую очередь. То, что мы видели вчера, и по этому показателю, еще раз подчеркну, были достигнуты серьезные положительные изменения. Вот именно на это, в первую очередь, оценивают, смотрят ключевые инвесторы. Поэтому сегодня, думается, что не будет повышенной волатильности после того, как мы увидим данные показатели. Тем более, там почти сразу же после публикации цифр по вторичным продажам жилья в США будет публикация запасов нефти. Поэтому, вероятнее всего, лучше в данный момент следить, вот в тот момент лучше следить за котировками черного золота, нежели, скажем, за ключевыми валютными парами. И несколько слов по техническому анализу. Обещали дать более подробный экскурс именно в эту сторону, учитывая, что фундаментально не так много нас ожидает важных новостей. Евро-доллар, мы вчера говорили, что формировал некоторый сужающийся треугольник, был в условиях боковой консолидации, так вот он успешно преодолел верхнюю границу данной консолидации, вышел за рамки этого треугольника на часовом графике. И сейчас находится вблизи отметки 1.1840. Вот данный уровень на самом деле является довольно сильным, потому что мы видели, что и на прошлой неделе от этих значений евро-доллар отбивался и уходил вниз. Поэтому сейчас также мы видим в моменте, пока евро снижается, причем довольно агрессивно, учитывая низкие движения обычно в ходе азиатской торговой сессии. И тем не менее, вот то, о чем мы говорили, что после пробоя максимума вчерашнего дня, это отметка 1.1840-1.50 примерно, можно будет вставать в длинные позиции и покупать евро-доллар. Пока же, вероятнее всего, продолжится в ближайшие часы движение вниз, и мы продолжим находиться в условиях некой боковой консолидации. Либо вернемся к тому уровню сопротивления, который был пробит в ходе вчерашней торговой сессии. Это довольно часто встречающийся паттерн с позиции графического анализа. Что касается пары фунт-доллар, то также здесь скорее есть преобладающее движение сейчас вниз от отметки, в 1.34 ровно, поэтому снижение может продолжиться до линии восходящего канала, это примерно 1.3360, поэтому будьте внимательны. И длинные позиции стоит открывать только после пробоя отметки в 1.34. Вот на фоне заявлений главы Банка Англии, повторюсь, вполне мы можем увидеть данный сценарий, хотя более вероятным выглядит именно снижение к нижнему диапазону, то есть к нижней границе этого канала. Доллар-франк на самом деле сейчас одна из самых интересных валют. С позиции теханализа мы находимся прямо на уровне поддержки, и учитывая, что уже несколько раз к этому уровню мы подходили, в течение последних торговых сессий есть предположение, что этот уровень будет сегодня пробит, и доллар-франк уйдет гораздо ниже в случае пробоя до отметки в 0.98.50. Мы увидим движение минимум на 40-50 пунктов, поэтому также обратите внимание на данный инструмент. Ну и про нефть уже мы сказали. С позиции теханализа также там есть некие признаки того, что рост черного золота продолжится. Уровень 64 здесь является приоритетным, и после закрепления выше данных значений, конечно же стоит открывать позиции на покупку нефти, и уже перед публикацией запасов нужно будет ее несколько пересмотреть, то есть либо уменьшить объем, скажем, либо уже фактически открывать сделку после публикации данных новостей. На этом сегодня, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Завтра подведем итоги сегодняшней торговой сессии, и всем успехов в торговле. До свидания.